и так сказать в продолжение тему денег уйдем немножко в романтику поговорим о свадьбах и о корпоративов я уверен вам слова сейчас не понравится да вы тоже почему карту рога достаточно распространенные слова почему не понравится так тогда так можно ли проводить корпоративы на авроре корпоратива в на к на авроре не будет а свадьба и свадеб не будет так что будет на свадьбе на авроре будет музейная экспозиция которые будут посещать граждане санкт-петербурга и наши гости подождите вот сегодня весь день обсуждаются и в том числе и люди связанные с военно-морским флотом говорят что ну почему же нет почему же молодоженам не прийти не сфотографироваться и даже вы насколько я понимаю сказали что можно выдавать им сертификаты я действительно считаю что если придут молодожены особенно сегодня очень часто произносится офицеры военно-морского флота со своей невестой тем более если они купят билет конечно было бы странно если бы мы отказали им в посещении корабля но то что вы сейчас показываете вот это как там стиль а-ля каприо или еще что-то порхание по боевым трубка рубкам и естественно по трюмам боевого корабля конечно это невозможно я думаю что если к нам придут молодые жены захотят сфотографироваться у нас будут определены специальные места в основном это наша музейная экспозиция там я вам скажу очень хорошие красивые достойные интерьеры и конечно мы там ну просто наверное это было бы нелогично если бы мы запрещали там фотографироваться ну то есть ну вот так и достаточно скромно пришли сфотографировались и вот не то что как вы говорите мы показываем да вот вот так вот провести выездное брак сочетание пускай даже в достаточно строгой форме на авроре будет нельзя вы знаете вы были вчера или сегодня на авроре нет очень больше аврора полна просто людей понимаете и мы принимаем все меры для того чтобы как можно большему количеству людей нашим посетителям гражданам санкт-петербурга предоставить возможность в кратчайшее время ознакомиться с экспозиции видите какие очереди и поэтому то что вы показываете даже исходя из этого ну просто невозможно и позиция музея и не только музея и командование заключается в том что на боевом корабле конечно вот такие фотосессии они невозможны ну просто потому что вот нету нету места нету времени да вот исходя из этих соображений и главным образом потому что это боевой корабль вот как раз переходя от того что это боевой корабль вернуться ли продажа шапок ушанок тельняшек вот на набережной все это будет вы знаете я в петербурге относительно недавно всего 20 лет и первое что меня поразило когда я пришел сюда что вот на фоне боевого корабля действительно исторического достояния символа санкт-петербурга и вот происходит вот этот ну невозможный базар для меня это было просто нехорошо поэтому я как директор центрального морского музея которому наверно передано не наверно точно перед на 127 метров набережной петроградской я приложу все усилия чтобы вот этой дикой вот этого канале с продажей всяких ушанок шапок как вы сказали да чтобы этого не было я постараюсь сохранить боевой красивый замечательный стремительный вид нашей любимой авроры в таком виде какого не сейчас он тогда придется воевать ну в хорошем смысле со смольным потому что они уже до 2020 года разрешили там установку торговых павильонов и даже кафе там до 19 года разрешили установить я чувствую что вы знаете больше чем я знаю но я вам должен сказать что пока я там на набережной не вижу еще ни одного продающего эти шапки поэтому не знаю может быть или ваши сведения неверные или я может быть не смогу выполнить это свое обещание сложно сказать время покажет но время покажет однозначно спасибо моя позиция именно такая что конечно же да суверин надо продавать да это тоже бизнес он тоже должен развиваться но как-то немножко в другом месте не на фоне замечательных силуэтов нашего стремительного крейсера узнаваемый теперь во всем мире что ж хочу вот еще такой момент уточнить есть такой вы знаете ну миф что ли даже велер книжку написал о том что аврора может сама идти по руслу не вы ну я вижу вы уже смеетесь нет мне приятно что вот так вот говорите вот таком превосходном тоне об авроре она может все нет ну конечно превосходно я там в пионеры принимали я очень люблю этот корабль возможно ли на самом деле чтобы боевой корабль номер один шел по неве своим вы знаете если вы имеете ввиду восстановление возможности самодвижения или восстановление как корабля настоящего это просто невозможно это некоторые недобросовестные люди вбрасывают такую идею ну давайте восстановим корабль пойдем по морям океаном будем приходить в иностранные порты демонстрировать российский флаг это невозможно если это сделать то авроры уже не будь это будет другой корабль ну и раз уж мы обсуждаем вот эту тему возможности самостоятельного ухода а как вам скажем так вот ремонт вот оцените вы знаете то что действительно произошло на самом деле это подвиг подвиг тех кто принимал решение выделить такое сложное время такие достаточно серьезные суммы для ремонта корабля это прежде всего наш верховный главнокомандующий это министр обороны которые на самом деле принимали это решение и должен сказать что кронштадтский морской завод приложил много сил для того чтобы произвести качественный ремонт что касается и вообще корабельного ремонта я знаю мнение специалистов хотя это меньше меня касается видимо это вопрос нужно задавать специалистам но тем не менее знаю что произведен качественный общекорабельный ремонт что касается музейной части корабля вы успели побывать уже так не я вас приглашаю я вот здесь вот здесь вот сижу я приглашаю вас и все кто сегодня в студии всех журналистов посетить все-таки посмотреть на самом деле получился совершенно другой музей и по концепции он другой это музей который рассказывает вообще о корабле как свидетели всех основных событий двадцатого века как участники этих основных событий и на мне кажется удалось более полном виде со всех сторон показать нашим гражданам санкт-петербурга и всем кто побывает в санкт-петербурге наш корабль со всех сторон ну что ж спасибо вам за это за этот разговор за эту работу будем надеяться что очередь там будет всегда большая к авроре спасибо вам за этот разговор я напомню в студии life 78 был директор центрального военно-морского музея руслан нехай